Уважаемые коллеги, наше заседание и задать ей вопросы, на каком основании и по каким причинам была повышена ключевая ставка Центробанка до 17%. Практически эти меры, уже шесть раз повторявшиеся сегодня в России, не дали никакого результата. Под 60 рублей за доллар сегодня торгуется на бирже валюта и повышение ключевой ставки до 17% Никакого эффекта не даст. Кроме того, закрываются все пути доступа к деньгам и наращивается инфляция. Вы посмотрите, что делается сегодня в банках, скупают последние остатки иностранной валюты, ажиотажный спрос налицо. Кроме как вредительства, я это действие Центробанка назвать не могу. Но этому предшествовало и все предыдущее, что творилось в нашей стране. Этот год был довольно замечательным во всех отношениях, и в хорошем, и в плохом. То, что мы присоединили Крым, или Крым вошел в состав Российской Федерации, это безусловно правильно. Это исконно русские территории вошли в состав Российской Федерации. Но то, что мы потеряли Украину, своего стратегического партнера, который обеспечивал 70% элементной базы для военно-промышленного комплекса, это неудача нашего внешнеполитического ведомства. Мы потеряли Украину. Сегодня на Украине оккупационные правительства, и ключевые посты министерские занимают чужие люди. Они пришли туда для того, чтобы раздорить экономику Украины и не дать ей подняться. В воскресенье уже высадился десант НАТО в Запорожье. Он не будет воевать с Украиной, он не будет воевать с Россией, он будет воевать с украинским народом, который будет против раздорения своей страны. Следующей на очереди будет Белоруссия. С Белоруссией Россия поступает так же, как и с Украиной. Если на Украине наше правительство повелось так же, как и в Белоруссии, то мы будем считать, что сегодня война с Белоруссией уже началась. Вот это эмбарго на ввоз мясных и молочных продуктов привело уже к антагонистическим противоречиям между двумя республиками союзного государства. Вот я являюсь депутатом союзного парламента. Мы недавно только встречались с депутатами Белоруссии. Почему по надуманным предлогам мы сегодня объявили торговую войну Белоруссии? К чему это приведет? Мы запретили транзит в Казахстан автомобилей, пришедших с Белоруссии. Мы хрупкое создание таможенный союз разрушаем собственными руками. Почему мы это делаем? Почему у России не остается друзей, а остаются одни враги? Мы от стран ближнего зарубежья отказались, от стран дальнего зарубежья нас оттеснили. Мы остаемся один на один со своей проблемой. И вот сегодняшнее решение Центробанка это уже наступление на саму Россию. Потому что ключевая ставка в 17% не позволит развиваться нашей экономике. И экономика может обрушиться уже в этом году, хотя остались считанные дни. Разве так можно делать? Тогда напрашивается вопрос, а что же происходит в стране? И почему и к чему все это может привести? Давайте рассмотрим, есть ли опасность вообще разрушения экономики Российской Федерации. 23 года интеграции в мировую экономику привели к тому, что Россия стала полностью зависима от поставок с Запада. По крайней мере на сегодняшний день 47% продовольствия мы закупаем за границей и около 70% промтоваров закупаем там. Откажут нам в этом? Значит мы поднимем руки. Через открытые двери наших границ к нам поступают все больше новые товары. Но самое главное, что к нам перешла вся торговая иностранная сеть. Вот она и торгует импортом и не берет наши отечественные товары, которые реализовать практически невозможно через иностранную сеть. Нужно национализировать торговлю. Тогда можно будет поднять сельское хозяйство, тогда можно будет поднять свою промышленность. Но, к сожалению, никаких шагов на этом рубеже, к сожалению, не делаются. В это же время проводятся какие-то странные санкции в отношении Российской Федерации. Но посмотрите, в чем странность заключается. За 9 месяцев торговый оборот со странами дальнего зарубежья у нас составил 87,6% согласно данных статистики. Это от общего объема. И он уменьшился всего на 2%. Причем из 19 государств, которые торгуют с Россией из дальнего зарубежья, 8 повысили объемы товарооборота. Остальные понизили, но незначительно на 2-3%. То есть происходит торговая валоризация на уровне обычных лет. Никакого особого изменения в товарообороте не произошло. В то же время на 10% сократился товарооборот со странами таможенного союза и со странами ближнего зарубежья. А ведь они санкции не объявляли в отношении Российской Федерации. То есть колебания объемов товарооборота со странами дальнего зарубежья обычные, а вот со странами ближнего зарубежья необычные. Самое интересное, что с главным врагом России Соединенными Штатами Америки торговый оборот увеличился на 12,6%. А ведь они как раз натравливали все государства против Российской Федерации. Но не только это. Мы разместили свои деньги, вложили в ценные бумаги Соединенных Штатов Америки порядка 118 миллиардов долларов. У нас в своей стране в экономике не хватает денег, а мы отдаем Соединенным Штатам. Так они нам враги или все-таки самые лучшие друзья? Изобретенный правительством налоговый маневр понижает цены на углеводородное сырье на Западе, но увеличивает внутри страны. И получается, что на словах война с Западом, а на деле война с российским народом. Если бы была война с Западом, то Россия должна была бы к ней готовиться, укреплять армию, укреплять экономику, укреплять социальные институты. Но у нас все наоборот. Если в 2013 году на вооружение было сигновано 2 триллиона рублей, и гособоронный заказ был выполнен всего на 25%, то в этом году чиновники говорят в 2 раза больше, то есть на 50%. А на следующий год выделено 3 триллиона. Как их будут досваивать при таком исполнении бюджета? Что касается укрепления экономики, то в Соединенных Штатах снизили энерготарифы, уменьшили налоги на бизнес, понизили проценты по кредитным ставкам и тем самым заставили вернуться бизнес домой. В России сделано все наоборот. Чтобы выгнать бизнес из дома, обрушен рубль, повышены налоги, повышены тарифы, налоговый маневр, повышена ставка рефинансирования, повышена ключевая ставка, повышены в размере обязательные платежи и повышены налоги и обязательные платежи на малый бизнес, который с Нового года начнет ликвидироваться практически полностью. То есть созданы условия, при которых бизнес развиваться не может. Косвенная реакция уже сегодня. Отток капитала прогнозировался 64 миллиарда, на сегодняшний день уже прогнозируется 140 миллиардов. Я хотел бы сказать, что на сегодняшний день правительством ничего не делается для того, чтобы развивать импортозамещение, для того, чтобы решать вопросы вывода страны и бизнеса из кризиса. Я полагаю, что на сегодняшний день надо принимать кардинальные меры для того, чтобы экономика поднялась, а не заниматься исследованиями. Время уже упущено. С марта месяца действуют экономические санкции, и страна должна решать вопросы сама. Я думаю, что для того, чтобы не бросить народ в бездну нищеты, мы сегодня с вами должны решить все эти вопросы. Спасибо. Владимир Вольфович.